Практически у каждого в доме есть микроволновая печь. Возможно, вы знаете, как она работает, а возможно и нет. Она испускает низкоэнергетическое излучение, микроволны, которые заставляют молекулы накапливать энергию, а затем быстро нагреваться. Но вот в чем дело, нет никаких причин, по которым эти микроволны должны использоваться только для разогрева пищи, которую можно использовать самыми разными способами, в том числе для причинять людям боль. В течение многих лет полицейские и потенциальные тираны разрабатывали собственные тепловые лучи. Микроволновые пушки, которые могут заставить протестующих разойтись, поджаривая их изнутри. Они используют их в Австралии против протестующих против карантина, и вам лучше поверить, что они будут использовать их и здесь. На самом деле, они рассматривали возможность их использования в Вашингтоне во время беспорядков Джорджа Флойда. Предполагаемая медицинская болезнь под названием Гаванский синдром, при которой американские шпионы и дипломаты заболевают загадочными заболеваниями. По мнению некоторых, вызвано подобным микроволновым оружием. Согласно данным ЦРУ, всегда правдивым, практически нет доказательств того, что какие-либо подобные атаки совершаются иностранной державой. Но что, если бы они были сделаны нашим собственным правительством? Эми Халхэм является владелицей программы Эми Аудио «Подсознательная акустическая дактилоскопия». Она специализируется на расследованиях в области цифровой криминалистики и входит в Совет директоров агентства по прямому энергетическому оружию. Она также является ветераном армии США, в частности военной полиции, которая могла бы использовать устройства, подобные оружию, которое мы только что назвали. В субботу мы провели с Эми почти полчаса в рамках премиального сегмента на сайте stpeters.com, посвященного этой неделе. Вот часть того, что она сказала. Четырехгранные и пятигранные системы электромагнитного оружия используются с 1932 года. Таким образом, уже более 80 лет они разрабатывают эти различные типы технологий. Я оказала помощь более чем 3,5 тысячам различных жертв в глобальном масштабе, более чем 2,5 тысячам в США и более чем 1100 в других зарубежных странах. Так как же это происходит? И как поживают эти люди, кем бы они ни были, возникает так много вопросов. А кто эти люди и почему, и каковы их цели, и как они принимают решения, и как это происходит? Просто возьмите слово здесь. Мне очень любопытно. В зависимости от того, как будет принято решение, у Министерства обороны и ФБР есть список людей, которым были сделаны чипы и имплантированы имплантаты. Так что многие из этих списков сводятся к использованию центров слияния для местных полицейских, чтобы выслеживать их и преследовать, а также для используя эти различные типы технологий. Большинство из них осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов, самолетов, спутниковых систем, которые фактически подключены к системам противоракетной обороны класса воздух-воздух или транспортных средств класса воздух-поверхность, воздух-земля, земля-земля, которые используются для ежедневных атак на жертвы. Так вот, Айзек Каппи сказал, что он стал жертвой подобного оружия. Позже он, очевидно, был мертв, что очень загадочно. Мы не верим, что он покончил с собой, спрыгнув с моста. Он разоблачал заговор сатанистов-педофилов. Том Хэнкс написал загадочный твит о своей смерти после этого. В понедельник, 1 августа, у нас выходят эти маленькие фильмы. И очевидно, что многим людям не понравится то, что мы делаем. Обязательно ли вам имплантировать какой-то чип, чтобы это оружие можно было использовать против? Это вы? Нет, вам не обязательно делать чип или имплантировать имплантат. На самом деле, наши собственные тела вырабатывают частоты. Так что технически они могут настроиться на эти личные частоты и воздействовать на вас этими радиоволнами. Многое из этого делается с помощью волн с поднесущими и систем автофокусировки М и ФМ-вещания. Так что ваши вышки сотовой связи, ваши радиовышки — всё это используется для атаки на вас. Кто держит палец на спусковом крючке этой технологии? Во многом это связано с военными действиями США. Этими системами вооружений владеет любая реальная иностранная армия. От НАТО до Королевских Вооружённых Сил Великобритании, от русских до правительственных систем Китая. И даже от наших собственных американских компаний. Вот что они в основном делают.